Всем доброго времени суток, друзья! Вы смотрите турнир по моду Эдайн на патче 3.8.2. Это полуфинал. Играет сегодня между собой Токсин и Синкевич. Синкар. Так как из второй пары матч не состоялся, потому что Ёжик получил техническое поражение, увиду того, что он вышел из турнира, у нас только один полуфинальный матч, после чего будет финал. Итак, Синкевич у нас играет за Гоблинов, а и Токсин, ну как вы думаете, да? Да. Вот. Так, Токсин стартует с бафа на урон, Синкевич пока что ничего не выбирает. Кстати, я не поддерживаю этого выбора Токсина. Конечно, если он будет играть в заставы с варгами, то да, то ему тогда по барабану какой баф брать, какой скилл точнее, но все же лучше было бы выбрать птичек. Против Гоблинов вообще идеально зайдет. Потому что, ну, будем откровенны, зачем тут вообще баф на урон? Паучков чистить? Нет. Как бы, паучки самые слабые крипы. Вот. Помогать своим войскам убивать Гоблинов? Тоже нет. Потому что Гоблины подыхают стычки от войск Изингарден. Тогда зачем? А вот птички порезали бы урон и броню Гоблинов. В итоге Гоблины бы и так получали бы больше урона, да и к тому же наносили бы меньше урона скаутам. Но все это, опять же, применимо только в том случае, если Токсин будет играть в войска. Хотя он, возможно, и будет в них играть, потому что возводится логово с варгами, или загон с варгами, точнее. А значит, будет бегать и давить Гоблинов. Не самая, конечно, лучшая тактика против Гоблинов, учитывая, что Кавалерия в них вязнет, и Гоблины могут легко выйти в Паучков ранних, чтобы проконтрить Кавалерию любую. Но в начале, конечно, нежданчиком зайдет, учитывая еще и тот факт, что варги это одна из самых быстрых Кавалерий. Соответственно, давят они практически лучше любой другой Кавалерии. Ну, есть по силе давки такая же Кавалерия, но лучше нет точно. Из обычной, разумеется. Синкевич снова пытается забрать этого Призрака. Он тоже играет в баф на урон, и мне тоже не нравится этот выбор. Потому что, ну, блин, я бы брал баф на урон только в том случае, если бы я пытался экономику бить врагу. Но Изину-то экономику особо не покрысить. Ну, можно, но не так эффективно, как другим фракциям. Потому что, ну, крепость обстреливает. Вот. Лучше все же птички. Либо же захват логова. Захват... А, хотя... Вот я не помню, запрещено правилами или нет захват логова. Ведь проблема еще в том, что если захватить логово с Призраками, то они там очень дешево стоят. То есть это нечестно получается. По отношению к вашему противнику. Так что, возможно, Синхевич не будет этого делать. Ну, невозможно, а точно не будет. Потому что он же потратил очки. Таксин забирает. Ух ты! Синхевич рискует сейчас потерять рабочего, но Таксин не смотрит на него. И просто тихонечко забирает себе ресурсное здание. Очень зря. Но есть еще возможность. Можно... Ах, Таксин очень плохо контролит. Он мог забрать фундамент и мог забрать рабочего, но в итоге не забрал ничего и потерял полотряда этих варгов. Если он не заберет еще хотя бы одно здание ресурсное, то они себя не окупят. Но, в принципе... Да, он заберет. Нет? Что? Стоп, он заметил рабочего, что ли? Или... Почему он... А, он к себе на базу их отправляет. Вряд ли эти пять парней смогут что-то сделать. Нужен еще один отряд. Который сейчас построится. Это, возможно, будет минус лесопилка. Строится бомжатня. Вот, Таксина. Захватывается таверна, значит, пойдут орки. Ему бы прокачать второй уровень этим наездникам. Тогда они точно себя окупят в плане того ресурсного здания. У Синкевича закончился баф. Второй уровень. И эти парни тоже, в принципе, смогут его получить. Синкевич неплохо так застроил весь фланг. Правда, расточительно. Но, тем не менее, он его застроил. Так, лесопилка живет. Призыв у Синкевича. Он играет в... Гробака. Но пока что без коронации. Ставится застава. Но Гробак успел высадиться. Варки рискуют отправиться в рай для псов. Надо бы, кстати, забрать этот отряд. Он очень большой урон по зданиям наносит. И Таксин это делает. Дикари забирают тоннель. И, в принципе, сейчас Синкевич сильно рискует. Даже несмотря на то, что у него герой, он в меньшинстве. Ему нужно его как-то не просрать. Таксин пытается забрать рабочего. Синкевич увидел, пытается контролить. И ему это удается. Почему-то Таксин снова не обращает внимания на фундамент. Теперь Гробак король. Но Варки забирают повозку. Гоблины под дубинками. Но их слишком мало, чтобы забрать эту заставу. К тому же, когда ее защищают дикари. И, по сути, Таксин занимает весь... Точнее, не занимает, а блокирует правый фланг. Ему здесь можно теперь не бояться, что Синкевич что-то сделает. У Синкевича есть тоннельщики. Так что он, в принципе, тоже не боится, что сольет своего героя. И можно спокойненько качаться. Тут сразу подстраиваются мечники. Вышка будет. Но, я думаю, Таксин с легкостью может все это снести своими дикарями. Я не пойму, почему... Почему... Гоблины ничего не делают. Так, Синкевич пытается снести лесопилку. Строится сразу же тоннель, чтобы отступить. Неплохо. Да и к тому же, Орки ничего не сделают героям. Два отряда с дубинами пробегают в центр базы. Тут много лесопилок, которые Таксин ничем не может пока защитить, кроме застав. Но он их пока не строит. У него где-то были всадники на варгах. А, вот они. Экономику грызут потихоньку. Неплохо. Так, лесопилку Синкевич забрал. Четвертый уровень у Гробока. А дикари формят капусту на этом тоннеле. Гробок рискует снова. Теперь ему некуда отступать. Если его окружат, он погибнет. Он не настолько хороший герой, чтобы можно было убежать. Так, у Таксина второй тир. Посмотрим на Синкевича. У него скоро будет второй тир. У него есть выход. Можно даже сейчас выйти в Паучков. Либо подождать еще пару очков и выйти в Барабаны. Для тактики Короля Гробока это, в принципе, может зайти. Мне только непонятно, почему он игнорирует все. И смотрите, что делает. Его сейчас заберут. Таксину даже подкрепление подводить не надо. Эти войска его убьют. Можно вызвать еще этих для сносозданий воблинов. Но что-то нет. Кажись, все, конец. Нет, вызывает. Вызывает, но Гробок минусуется. Огромнейшая потеря просто для Синкевича. Тем не менее, грейдить дубинки он все еще в состоянии. Таксин потихоньку зачистил весь фланг. Строится здесь цитадель. Хотя и немножко неуплюже, потому что ландшафт здесь сильно мешает застраивать здание. Но зато взять эту землю Синкевичу будет крайне трудно сейчас. Учитывая, что он должен потратить много дополнительных денег на воскрешение героя. К тому же у него целых три казармы, из которых он спамит. И тролль заказывается. Паучков. А, есть паучки. Рыскуют в поисках какой-то наживы. Но Таксин, я вижу, отказался уже от идеи строить варгов. Наездников, точнее. Вот. И тут больше нечего паучкам ловить. Рабочего разве что, но вряд ли. Таксин немножко наглеет. О, я не заметил. У него есть Вульфгар. То есть он себя более уверенно чувствует сейчас, чем Синкевич. Наглеет, строит заставу. В принципе, неплохо. Так деньги копятся. Уже сильная экономика, даже несмотря на потери. Как видим, Синкевич смог здесь одну лесопилку забрать. Плюс это. Левый фланг пока что не принадлежит гоблинам. Но зато центр принадлежит. Хотя Таксин сейчас быстро центр разберет. Так, забирается рабочий Токсина. Думаю, логово с варгами тоже в легкую заберется сейчас. Гоблинами. Их много, у них играет. Вообще без проблем. Есть тролль. Можно попытаться Вульфгара убить. В рукопашную. Вопрос лишь в том, а Синкевич не контролит. Да, Таксин заберет сейчас тролля. Вот только сейчас Синкевич понял свою ошибку. Но уже поздно. Он не успевает даже удар сделать по герою. Так, тут пробегают дикари у нас. Кто-то решил забрать призрака. Или это просто какая-то война орков и гоблинов. Ну, призрак поживился чуток. В итоге. Так, пардоните за молчание. Меня сейчас одна мысля посетила по поводу тактики. И я прям в своей голове начал видеть, как это все будет реализовываться. Ну, ладно. Продолжим. Заварушки на базе у Синкевича. Снова Таксин пытается пропушить заставой. Но, чтобы это удалось, ему надо, мне кажется, сразу несколько рабочих сюда притащить и строить. Несколько застав одновременно. Потому что тут у Синкевича явно преимущество по войскам. И он просто эти заставы за секунду снесет. Да и к тому же будет не только потеря заставы, но еще и потеря рабочего. Так что это не очень выгодно. Третий тир у Таксина минусуются лидерки, которых у Гоблина нет. Но, тем не менее, Таксин вынужден выходить в этот скилл. Потому что вся его тактика зависит от этого. То есть, весь смысл идет в то, чтобы выйти. Идет, чтобы выйти. Замечательно. Я умен. Да. Весь смысл этой тактики в том, чтобы выйти в призыв армии Изенварда. И все. Сейчас каждое очко приближает Синкевича к поражению. Он пока что не может себе позволить выйти в третий тир. Но, внезапно, когда у него появится тьма, он начнет лидировать. Некоторое время. Если, конечно, ничего не изменится. А затем появится армия и это будет просер. Ну, посмотрим. Еще одна застава. Нет, походу... Да, походу Синкевич сбавил темп. Он уже не успевает. Он строит экономику, но он не строит войска. Очень мало войск. Тут заставы пошли, пошли, пошли. Окружается его здание. Появляется тролль сейчас. И для него, кстати, это очень выгодно, потому что варги заняты. Охраной. Нужно через обстрел стрелять, иначе ничего не получится. Тролль, в принципе, по варгам стреляет, так что застава получает урон. Но я не поддерживаю такое решение. Таксин сейчас будет быстрее строить заставы, чем Синкевичик сносить этим троллем. К тому же, подкрепление прибежало, и минусуется тролль. Да, кажется, это все поражение. Берсеркер. Да. Это конец. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Встретимся в следующем ролике. Эти ролики я разделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok